Всем привет! Добро пожаловать на канал Кувалда.ру, меня зовут Антон. Сегодня ко мне в руки попал очень интересный, я бы даже сказал, уникальный инструмент. И вы скажете, а что в нем уникального эта обычная бензопила? С одной стороны, вы правы, с другой стороны, не совсем. Итак, сегодня речь пойдет о, можно сказать, легендарном цепном бензорезе от Штиля GS461. И да, действительно, этот бензорез сделан на базе бензопилы от Штиля 461, но имеет существенные отличия. План на обзор сегодня следующий. Коротко, без лишней воды, постараюсь не растягиваться на 20 минут. Вот, кстати, а напишите в комментариях, вам какие форматы видео больше всего нравятся? Где сжата по факту и демонстрация? Или вот растечься мыслью там, уйти в чертоги своих ощущений? Как вот мне кажется, что это такое? Какую-то историческую справку? Я не знаю, какие-то субъективные ощущения? Может, вам нравится? Может, у вас времени свободного много? Я не знаю, там, по 20-30 минут, по часу видосы смотреть? Ну, может быть, не знаю. Мало ли. Но, в любом случае, напишите, какой формат вам больше нравится. Коротко сжатый или вот этот вот. Ладно, короче, что сегодня делаем? Вместе с вами знакомимся с этим аппаратом, что он себя представляет, для чего он нужен, где используются, какие у него есть конструктивные особенности. Дальше пойдем на улицу и в боевых условиях его протестируем. Короче, все как всегда. Погнали! Итак, на койхе для чего же нужен этот чудо-аппарат? Что, собственно говоря, он вообще режет? Итак, бетон, армированный бетон, канализационные трубы из чугуна, соответственно, из бетона, камень, стены, природный камень, продольные, угловые, фигурные резы, демонтаж, спасательные работы. Это вот непосредственно все то, для чего предназначен этот аппарат. Из интересного, способен резать стены толщиной 40 сантиметров. Естественно, с подачей воды. Технические характеристики. А что из них нам с вами вообще должно быть интересно? Ну, во-первых, это двигатель. Здесь двигатель двухтакный на 5,8 лошадиных сил. Двигатель 2Микс. Чем он прекрасен, замечательный и уникален, и вот богоподобен, рассказывал представитель Штеля в рамках нашей рубрики «За инструменты ответят». Видео можете посмотреть по ссылке, она вот здесь вот где-то появится. Если кратко, то двигатель с этой технологией снижает уровень выброса выхлопных газов, экономит топливо и имеет высокий крутящий момент. Это если коротко. Объем двигателя 76,5 кубов, масса 8 килограмм, почти 8 килограмм, но это без цепи и шина, а так, я думаю, десяточку плюс-минус точно будет весить. Частота вращения 9800 оборотов. Вот больше, на самом деле, нам из технических характеристик ничего не нужно, это самое основное. Далее. Эта пила существует в четырех комплектациях. Соответственно, с шинами на 30 и 40 сантиметров и двумя вариантами цепей. Вот теперь давайте переходить к самому интересному, а именно к самой оснастке. Давайте начнем с направляющей шины. С виду, ну, шина и как шина, ну, как у обычной бензопилы. А нет, ничего подобного, абсолютно. Эта шина называется Rollo-Matic, и давайте посмотрим, как она выглядит изнутри. Направляющая шина, а также сама ведомая звезда промываются изнутри водой. Форсунки здесь расположены в самой крышке цепной звезды и направлены вперед. Таким образом, в процессе работы брызги не летят хаотично во все стороны, в том числе на самого оператора. Кроме того, шина оснащена дополнительным отверстием для отвода воды. А на монтаже я еще добавлю видео, вы сейчас как раз его смотрите, с наглядным примером, как происходит подача и отвод воды. Такой своеобразный фонтан получается. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к самой алмазной цепи. Что она из себя представляет? Почему она такая? Почему она умеет резать то, что не умеет? Вообще, цену-то видели? Вы по ссылке в описании пройдите, посмотрите цену на цепи. Вот. Ну, вот цепь, и она столько стоит. Что еще могу сказать? Так, к цепи. Цепь, надо заметить, алмазная цепь с технологией low stretch. Что из себя она представляет? Это только штилевская фишка. Она заключается на в следующем. Ну, если так, примерно. Сама цепь специальным образом закаливается, что уменьшает износ цепи. Кстати, это запатентованная технология, есть только у штиля, что логично. Тянется подобная цепь с технологией low stretch на 40% меньше, чем обычные цепи. Мы с вами, конечно, здесь и сейчас не сможем это проверить, но будем верить на слово. Они же там вроде проверяли, тесты делали. А хотя, вот, я думаю, стоит сделать батл, взять штилевскую цепь, ну, для бензопилы, конечно, не алмазную, штилевскую, хускварна, там, орегон, и посмотреть, какие реально тянутся вообще, как они себя чувствуют. Да? Нормальная идея? И есть две разновидности этих алмазных цепей с артикулом 36GBM и с артикулом 36GBE. А что это все значит? Цепь с артикулом 36GBM предназначена для твердых материалов. Как я уже говорил ранее, она пилит бетон, армированный бетон, кирпич, чугун, камень, природный камень. Имеет технологию low-stretch. Короче, графику закреплю, внимательно почитайте. Вторая цепь с артикулом 36GBE. Ну, или по нашему, по-простому говоря, 36GBE. Предназначена она для высокоабразивных материалов. Сопроводительную инфу я закреплю, ознакомливайтесь. Когда я впервые увидел этот бензорез, я спросил, а что цепь такая провисшая? Для чего? Оказывается, в данном случае провисшая цепь это норма. Поскольку она должна свободно продергиваться рукой. И зазор должен быть в районе 5 мм. Допускается до миллиметра, а то и полутора. Конечно, в процессе работы вы там будете ключиком ее подтягивать. Но, в общем, все это в рамках допустимого. К вопросу, а зачем, ответ простой. Для того, чтобы цепь свободно орошалась водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Резиновый кожух защищает корпус двигателя от повреждений, которые могут появиться при полном погружении шины в процессе резких стен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА